Сегодня школьный звонок прозвенел для полутора миллионов российских первоклашек. По данным Министерства образования, по сравнению с прошлым годом, это на 10 тысяч больше. Немного, но, как говорится, однако тенденция. Вся первоклассная малышня, как и старшие коллеги по средней школе, попали под новый закон об образовании, который как раз сегодня вступил в силу. Понятно, что ко всему новому в России народ относится с опаской. Этот закон вряд ли стал исключением. Приуныли российские студенты, которых у нас в стране более 9 миллионов. Теперь обитателям общежития придется еще ту же затянуть пояса, потому что власти больше не будут их оплачивать. Так что символическая плата прошлых лет увеличивается во многие разы. По оценкам российской газеты, в среднем студент придется платить в 10 раз больше, чем раньше. Также в России отныне исчезнут ПТУ и колледжи, дающие начальный уровень профессионального образования. И еще цифра от федералов. По данным главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, свыше 700 российских школ будут закрыты в новом учебном году из-за недобора детей. Из плюсов. Школы теперь обязаны создавать условия для приема детей с ограниченными физическими возможностями. Закрыть деревенские школы отныне станет сложнее. Для этого понадобится разрешение сельского схода. Власти возвращают школьную форму. Семьям, которые учат детей дома, начнут компенсировать некоторые расходы.